Приветствую вас. Прочитал вопрос, который вы задаете, это даже не вопрос, а такое как бы повествование у вас. Кстати, очень интересно было читать. Вы так прям необычно подали свой вопрос, что прям на секунду мне показалось, что читали не вопрос, а сказку. Так вот, проблема заключается в том, что, во-первых, у вас есть страхи. Страхи это достаточно иррациональное состояние и чувство человека. Страхи можно подавлять себе, ну, или бороться, осознавать их, что, в принципе, является одним и тем же. Значит, далее нужно вам работать, наверное, над самооценкой, больше над понятием самолюбия своего, над пониманием того, что вы такая, какая вы есть, и вы понимаете, что себя нужно в первую очередь любить именно такой, какая вы есть, и уже потом думать о том, как бы стать какой-то вот другой. Но поначалу все-таки себя нужно принимать именно вот такой, какая вы есть. Дальше. Вы пишете совершенно определенно, что вам не нравится, как вы выглядите, вам не нравится ваше тело, вы вообще достаточно негативно о нем отзываетесь. И я из этого делаю вывод, что вы оказались подвержены неким стереотипам, которые бытуют в нашем обществе, что современная женщина должна быть, ну, худой. Вот, вы знаете, насчет худых вы говорите такие вещи, что они всегда злые и так далее, это связано больше, ну, не с комплекцией человека, а с его внутренним миром, с его гармонией. И связано это с тем, что худые люди, как правило, больше нервничают, больше переживают. И из-за этого, из-за этого, и считается, что худые люди по большому счету злые. То есть, вам для начала нужно подумать над тем, какую пользу по максимуму извлечь из того, что у вас есть сейчас. А сейчас у вас есть достаточно много, у вас любит муж, хвалит вашу фигуру. И все у вас в этом плане хорошо. Значит, тут проблем никаких нет. Давайте подумаем, как использовать то, что вы имеете на полную каточку. Это первый момент. Второй момент. То, что вы боитесь похудеть. Давайте попробуем с вами понять, а чего же вы, собственно, боитесь. То есть, ну, понятно, что худеть без желания, если у вас нет желания и четкого понимания того, зачем и для чего вы это делаете, не стоит. Да, это, безусловно, понятно. Но простите, а что страшного-то в этом? Что вас так пугает в похудении? Вопрос, как минимум, открытый. Вы боитесь стать такой же злой, по вашему письму получается, что вы боитесь стать такой же злой, как и ваша одногругница. Но одногругница стала злой не из-за того, что она худая. Одногругница стала злой немножечко по другой причине. Она стала злой в силу ее проблем. У нее, у вашей одногругницы, есть свои некоторые жизненные особенности, которые превратили ее в того человека, которым она сейчас является. А худоба – это ни много ни мало следствие того, что она испытывает. Вы можете совершенно неоспокойно немножко похудеть, так, чтобы вам было комфортно, если у вас есть желание. Ладно. И с вами ничего страшного не произойдет. Это то, что касается, значит, вот вопрос, о котором вы пишете. Вопрос, связанный непосредственно с худобой. Дальше. Такое впечатление складывается, по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, что вы, когда говорите о похудении, с одной стороны хотите это сделать, потому что вам не нравится ваше тело, ваша фигура. Но, с другой стороны, вы как будто бы стараетесь и оттянуть вот этот момент. Оттянуть его, отдалить его и вообще всячески сказать, что вот вроде бы мне похудеть надо, но как бы для очистки совести и вообще-то не так уж сильно мне это нужно. А вообще вы опасаетесь смены конституции своего тела. По моему мнению. Ведь на самом деле, многие женщины хотят похудеть. Но далеко не все из них это делают. И кто-то действительно не может это сделать. У кого-то это действительно не получается. А кто-то мог бы, но боится вот как раз-таки примерно того, о чем пишете здесь вы. Что для вас изменение своей конституции тела, это своего рода риск. И этот риск для вас не всегда оправдан. Давайте подумаем. А что вам дает из того, что вы имеете сейчас, именно ваша комплекция тела? Что вам дает? Попробуйте об этом подумать. И возможно вы найдете ответ на свой вопрос. Как раз-таки. Если поймете, что вам дает ваша настоящая комплекция, вы сможете это регулировать. Вы сможете с этим что-то делать. Вы сможете это удерживать в своем сознании, удерживать в списке получаемых желаний, при этом не теряя это и при этом не боясь сменяться. Вот, пожалуй, то, что можно вам сказать непосредственно по поводу вашей проблемы. Стереотипы, общественные стереотипы таковы. У нас принято считать, что женщина обязательно должна быть худой. И принято у нас считать, что женщина обязательно, если она худая, она должна быть красивой, там какой-то еще и так далее. А если женщина полная, то что, у нее проблемы какие-то и так далее. На самом деле это, нужно понимать, что это мода такая, иллюзия. И на самом деле это не так, далеко не так, совершенно не так. Важно не то, какой вам говорят быть. Важно то, какой вам быть комфортно. Вот это самое главное. Как вы себя комфортно чувствуете? В худом, ну, в худом состоянии, в худом положении. Или наоборот, в более полном. И до тех пор, пока вы не попробовали, хоть немножко, хотя бы чуть-чуть, пока вы не попробовали новые для себя какие-то вот положения, новые для себя какие-то состояния, вы не сможете однозначно сказать, нравится вам другое состояние, другая весовая категория своего тела или нет. А это значит, что худоба будет все время как бы манить вас своими сомнительными плюсами, а сомнительные плюсы, они именно потому, сомнительные, что неизвестно, насколько это здорово, и у вас будет постоянно такой конфликт. Вы стараетесь лучше реализоваться по максимуму, старайтесь принимать себя такой, какая вы есть, следить за собой, уважать себя, беречь себя. И, как правильно сказал мой коллега, не нужно усердствовать, переусердствовать в том, что вы делаете. Вот вы хотите похудеть немножко, например, постарайтесь это сделать. Без усердия, без фанатизма, настолько, чтобы вам было комфортно. Если что-то вам не понравится, это ведь всегда можно исправить. Вы вот об этом не забывайте, что это всегда можно исправить, если вам что-то не по душе будет. Ну, я имею в виду не по душе, а то, что вы делаете, например. И все. И тогда, я думаю, ваши страхи будут совершенно и абсолютно беспочвенными. Таково мое видение, таково мое предложение по решению вашей проблемы. Я надеюсь, что оно вам поможет. Я надеюсь, что оно раскроет какие-то аспекты для вас своего тела. Я надеюсь, что вы сможете лучше отдавать себе отчет в том, чего же вы хотите, не поддаваться на модные веяния общества, в большей степени прислушиваться к себе и смотреть, как вам угодно. То есть, говорила бабушка, она говорила, исходя из своей позиции, а ее позиция верна в целом, но для вас требуется, естественно, корректировки. Вам нужно для себя в первую очередь определить, как вам лучше, чего вы хотите. Ну ведь вы же понимаете, что женщина в первую очередь женщина в первую очередь себя любит. Женщина в первую очередь как бы себя уважает и собой восхищается. А как вы можете это делать, если вы себе не нравитесь? Действительно не корректировки. Но корректировки в сугубо, сугубо четкие границах. Так, чтобы вы сами себе не вредили. Вот об этом я и хотел вам сказать. Если вы боитесь что-то, то за страхами нужно работать. Поскольку ответ уже достаточно большой, давайте мы тему страха отложим. Если вы захотите поработать именно со страхом, то я приглашу вам некоторые методики, которые помогут вам назвать со страхом. Одну я вам скажу прямо сейчас. Просто подумайте, чего вы боитесь, и постоянно спрашивайте себя о том, собственно, наступило ли то, чего вы боитесь или нет. И тогда у вас все. Тогда вам будет легче бороться с тем, чего вы опасаетесь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.